Азербайджан добился исторической победы и дипломатических успехов благодаря президенту Ильхам Алиеву в Брюсселе. Об этом вести АС заявили эксперты, комментируя итоги трехсторонней встречи в Брюсселе, лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. Так, главный консультант Азербайджанского центра анализа международных отношений Васив Гусейнов заявил, что ожидания от этой встречи изначально были ограничены, а большинство наблюдателей скептически отнеслись к возможному принятию каких-либо фундаментальных решений или подписанию документов по ее итогам. Это связано с тем, что после 44-дневной войны возможности влияния Запада на армяно-азербайджанский мирный процесс были значительно ограничены. В настоящее время основные решения принимаются в формате трехсторонних переговоров с участием России, заявил Гусейнов. По его словам, лидеры Армении и Азербайджана в основном подтвердили решения, принятые на встрече в Сочи 26 ноября и одновременно озвучили некоторые договоренности, достигнутые в трехсторонней рабочей группе вице-премьеров после сочинской встречи. Так, они заявили, что достигли соглашения о перезапуске железнодорожной ветки между западными районами Азербайджана и Нахчиваном. Однако объявили о наличии разногласий по поводу строительства автомобильного шоссе вдоль Зангизурского коридора. Пояснил главный консультант центра. Вместе с тем он указал, что в последние месяцы в нарративах Армении о прошедшем конфликте произошли значительные изменения. Они включают в себя, в первую очередь, вопросы снижения активности минской группы в контексте ее заявлений, озвучивания новых подходов Азербайджана к вопросу территориальной целостности, а также постепенного принятия итогов конфликта, сказал Гусейнов. Он напомнил, что в первые послевоенные месяцы картина была совершенно иной. По его словам, тогда практически на всех встречах с иностранными представителями, премьер-министр Армении Никол Пашинян последовательно озвучивал как вопрос статуса Карабаха, так и требования о возвращении минской группы к мирному процессу. Но он увидел, что реальная ситуация иная, и подобные заявления никак не влияют на Азербайджан и не меняют ее. Видимо, западные партнеры Армении также объяснили им важность отказа от мифологического мышления и использования послевоенных региональных возможностей, указал эксперт. Он предположил, что в результате сочинской встречи Армения и Азербайджан фактически признали международные границы друг друга и договорились о делимитации и демаркации. Особое значение имеет заявление премьер-министра Армении в преддверии встречи. С одной стороны, он объявил, что Армения признала границы Азербайджана, когда присоединилась к СНГ в 1991 году. Во-вторых, он сказал, что Нагорный Карабах – это не территориальный конфликт, это правовой вопрос. Это были фундаментальные изменения в представлениях об армянском государстве. Таким образом, Армения отказалась от территориальных претензий к Азербайджану, признала его границы и отложила определение правового статуса проживающих в Карабахе армян до следующего этапа переговоров, подчеркнул представитель Центра. По его словам, на Южном Кавказе начинается многообещающий этап мира и стабильности. Это историческая победа нашей страны под руководством президента Ильхам Алиева, резюмировал Гусейнов. В свою очередь заведующий отделом данного центра Фуат Чарагов согласился с тезисом об успехе азербайджанской дипломатии в Брюсселе. Была опасность, что в переговорах поднимется вопрос о будущем карабахских армян. Но в итоге эти вопросы совсем не были затронуты. Все заявления, все высказывания полностью совпадали с повесткой Азербайджана, пояснил заводделом.